Инна Конопляник в Гомель приехала из Минской области. Для нее этот город не чужой, она закончила Гомельский государственный университет. Через месяц у Инны закончится декретный отпуск и сегодня она активно ищет работу. Профессиональный биолог может преподавать биологию и химию, однако брать женщину на работу никто не спешил. Мы сразу позвонили в службу, по-моему, на пролетарскую. Там сказали, что пока не могут, пока не исполнится ровно три года ребенку. Потому что мне еще месяц остался до исполнения трех лет. Сказали, после трех лет могут тогда уже поставить на очередь, потом сообщать вакансии все. А так пока в интернете, что я искала, в принципе, все вакансии. Были отклики, я рассылала резюме. Опять-таки же такой критерий, что маленький ребенок тоже не хотят брать. Проблема решается в течение нескольких минут. Начальник главного управления образования Руслан Смирнов беседует с Инной и диктует ей телефон специалиста, который займется ее трудоустройством. Хотя не все обращения решаются положительно. Среди записавшихся на прием часто есть люди, которые хотят пересмотреть судебные решения. Такого права облсполкома нет. Кроме того, значительная часть обращений связана с земельными спорами между соседями и деятельностью гаражных кооперативов. На этот раз посетитель просит компенсировать ему расходы за то, что при переносе кооператива в другое место пострадал его гараж. Правда, было это в 2012-м. И тогда официально оформленных претензий у гражданина не было. Девять лет назад определили, что там было, чего не было. Вот давайте реально. Даже с точки поменяющейся местами, вот здесь вот, какие действия вот вы принимали бы? Скажите, девять лет? Это надо делать действия по факту. Четко говорить, подпиши, где пол? Ты пол не привез, не положил. А вы все подписали сегодня, говорите. Тогда надо что делать? Обращаться в суд. И за суд оставить все точки. Еще одна просьба от жителей частного сектора – проложить по улице канализацию, однако желательно за государственный счет. Даже несмотря на огромные расходы, связанные с борьбой с коронавирусом, облсполком готов профинансировать половину расходов. Но вторую часть должны собрать жители улицы. Для этого им по закону необходимо создать кооператив, с чем посетители не согласны. У нас на сегодняшний день каждая копейка. Но если мы вам обещаем, что мы будем делать восканализацию, мы будем. Но для этого нужно пройти путь. Собрание, потому что, ну, вы вдвоем прошли, да, а другие не хотят. Наталья Черкас проживает в поселке Калинино Гомельского района. Проблема женщины в том, что ее дом находится на краю населенного пункта. Попасть сюда с центральной улицей раньше можно было двумя путями – по обход, по не совсем удобной дороге и напрямую. Теперь второй вариант отпал. Предыдущий председатель сельсовета сдал участки, по которым проходила тропа, в аренду, не предусмотрев ранее существовавшего прохода. Теперь путь преграждает огороженная территория, на которой новый хозяин планирует заниматься животноводством. Терпению Натальи Черкас пришел конец в конце прошлого года, когда в половине одиннадцатого ночи загорелась баня. 31 декабря в 22.30 у нас загорелась баня. Вот она есть баня, у девушки действительно с этой ситуацией есть так. Она загорелась баня. Мы, покуда своими силами тушили, в это время дочка вызвала пожарную помощь. Я говорю, доча, нас не найдут. Действительно, нас точно не нашли. Они 20 минут крутились и здесь не могли найти. Выехали машиной, они по Заречной, стали возле магазина продуктового. Вторая вышла машина, полностью стала на трассе. Проехать сюда здесь это 22.30. Это было темно. Куда они поедут? Они не знали, куда поехать. Во время приема Геннадий Соловей не просто слушает посетительницу, но и изучает ситуацию по фотографиям. В связи с тем, что проблема возникла по вине местных органов власти, в течение двух недель решить ее должен Гомельский райисполком. Кстати, некоторые вопросы были сняты еще на стадии записи на прием. Жительница Костюковки решила обратиться к губернатору с просьбой помочь снять с учета автомобиль. Машину давно продали и где она теперь, бывшие хозяева не знают. Ситуация совсем не редкая. В данном случае проблема решилась в течение нескольких минут. Мы написали письмо облсполком Геннадию Михайловичу и вопрос сразу решился. Нашлись и номера, и машина, и ГАИ приехала домой. Заплатили в госпошлину, там что-то копейки. Сами все они сказали, что написать. Все я написала за нее, она расписалась и все. Машина снята с учета. Ну, можно же как-то решать вопрос, индивидуально подходить к людям. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Габанько. Новости недели.